Очень приятно видеть, что столько людей интересуется нашей выставкой и приходит в этот прекрасный зал дизайна и архитектуры на перном Анте 6. В этот раз мы сделали выставку, можно сказать, традиционную ежегоднюю выставку. Прекрасное число картин 33, почти как возраст Иисуса Христа. И кроме картин представлены еще изделия из шелка, платки, кимоно. Вот Нина, моя жена, делает тоже платки и из своих картин, и с изображениями моих картин. Могу вам все показать. Здесь вы видите прекрасные тоже работы, которые сделаны на шелке. Это шелк, шелк-сатин. Все работы тоже уникальны, они не повторяются. Есть в одном цвете, только в одном экземпляре. Есть работы, которые сделаны на основе живописных картин. Есть работы, которые сделаны на основе графических моих работ. Все платки, картины, все, что вы видите на выставке, принты, открытки, все можно приобрести. Приходите, пожалуйста, и выбирайте себе подарки. Скоро Рождество. И я думаю, что это уникальные подарки, очень красивые, которые никогда не повторяются. И не повторятся, потому что мы создаем новые и новые работы все время. Каждый шарф, каждый платок, каждое изделие упаковывается в красивую праздничную, подарочную коробку. Вот в такую, и с логотипом, с торговой маркой, в такую вот красивую подарочную пленку. Значит, я думаю, что, наверное, каждому будет приятно получить на Рождество, или на День Рождения, или просто так. Какую-то уникальную художественную вещь. На выставке представлены лучшие работы за последние два года. 2019 и 2020 год. Хороший сделан отбор картин. Мы также... Ну, можно встретить некоторые работы 2018 года, но это уже такой, как говорится, the best selection. То есть самое лучшее, что и есть в нашем арсенале. И даже получилось в этом году, что из-за коронавируса мы не смогли сделать в Великобритании выставку. Поэтому лучшие картины как раз представлены здесь, в Таллине. Потому что обычно получалось, что мы везли все лучшее вначале в Лондон, а потом у нас уже была выставка в Таллине. А сейчас получается, что Таллин фактически получил такую привилегию, можно сказать. Мы всегда стараемся открывать выставки с новыми работами, чтобы радовать и себя, и вас в первую очередь. Поэтому на этой выставке вы увидите много новых работ, живописных, дизайнерских. Вот. Значит, здесь вы видите работы, написанные «Холст масла». Здесь тоже есть «Пазолота», если присмотреться. Это работы мои. Могу сказать, что вдохновило меня использовать в живописи «Пазолота». Когда-то мы с Дмитрием много лет назад реставрировали иконостас в Лондоне. Иконостас был в очень таком плачевном состоянии. Его там сто лет никто не реставрировал. Вся «Пазолота» была утрачена, живопись тоже. И Дмитрий, как мужчина, сказал мне сразу, ну, все, я золотить не буду, это так сложно. Это не нужно дышать, нельзя дышать. Надо все это... Очень ювелирная такая работа. Вот. И в итоге мне пришлось 47 икон позолотить. Я получила огромное удовольствие, потому что по натуре я человек спокойный, достаточно такой усидчивый. И эта работа, наверное, для меня. Вот. И потом, уже в дальнейшем, возникла идея использовать вот это золото вместе с живописью. И вспомнился и Климп, как он мастерски использовал эти приемы. И мне очень интересно разрабатывать эту технику дальше. Я не знаю, куда она меня дальше приведет, но сейчас мне это очень интересно. Делать такой вот синтез, да. Значит, перед вами вот работа кадриорг, золотая осень. И, наверное, по золоту здесь наибольше. Потому что золото и золотая осень. Очень хотелось передать вот эти листики на просвет. Вот эту вот красоту природы. И кадриорский дворец здесь как бы у нас на втором плане. А первый план все-таки природа. Потому что ничего нет красивой природы. На мой взгляд. Здесь работа тоже такая фантазийная. Я назвала ее «Хрупкая красота», потому что здесь красивый такой букет вместе со стеклом, с разными будуарными такими штучками, которые любят женщины. Наверное, и не только сейчас. Это духи, разные колбочки, что-то такое. Художнику всегда интересно писать и ставить себе задачу сложнее и сложнее. Вот в этой работе я поставила задачу написать стекло, чтобы оно звенело. И многие посетители выставки отметили, что это мне удалось, и мне это очень приятно. Вот эта работа уже приобретена. Она будет уже в частной коллекции. Вот поэтому вы можете увидеть до 1 ноября этого года. Вы можете увидеть все работы, пока они присутствуют на выставке. А потом на следующей выставке уже будут другие работы. Еще я занимаюсь шелком, дизайном на шелке. Это работа «Павлин», которая была написана в живописной графике. На мой взгляд, она очень интересная и очень нравится посетителям. И поэтому я экспериментирую и создаю вот такие еще авторские кимоно, которые сделаны по лекалу настоящего кимоно японского 18 века, которое есть у меня в студии. Вот сюда я разрабатываю индивидуальный дизайн каждого кимоно, индивидуальный цвет. И с заказчиком мы всегда оговариваем, какой цвет подклада, какой цвет здесь сверху. Это очень роскошно выглядит. И все изделия производятся в Италии на фабрике шелка и шьются тоже там же, потому что, к сожалению, и в Эстонии, и во многих странах мира утратили уже вот эти способность качественно шить шелк. Сейчас очень сложно найти специалиста, который умеет правильно шить шелк. Он шьется специально через бумагу определенную. С ним нужно это шить на специальной машине. И так как в Италии еще высокая мода присутствует, это, в принципе, главное место высокой моды, то в Италии таких специалистов найти можно. Здесь у нас такое панно. Но это на самом деле не панно. Но это покрывало из шелка двухстороннее. 2,40 на 2,60 его ширина и длина. Это прекрасное украшение для вашей спальни. Вот это прекрасный подарок и мамам, и на день рождения, и на свадьбу. И вот тоже люди, посетители выставки отмечают красоту этого изделия. И меня это очень вдохновляет, потому что мне интересно создавать живопись в первую очередь, и потом давать жизнь повторно этой живописи, но уже в таком вот прикладном как бы искусстве. Все изделия защищены авторским правом. У меня торговый бренд «Нина Душе», который регистрирован в Европе, поэтому все изделия, которые приобретаются, на нем стоит логотип. И это подтверждает мое авторское право и уникальность этого изделия. И также защищает меня от копирайтеров разного рода. Работа называется «Чувственность, чувствительность, sensitivity». Тоже она написана в стиле арт-деко, арт-нубу. Люблю я этот стиль. Он, конечно, очень мало жил в Европе, но периодически он возрождается. И красота этого стиля вдохновляет, и хочется разрабатывать его дальше. Здесь написана как бы женщина, да, и каждая женщина, она узнает себя в этой работе. И калы – одни из самых красивых, утонченных цветов. И тоже символ арт-нубу, можно так сказать. Я люблю эту работу. Следующая работа – это портрет моей дочери Даши. Она была написана, когда ей было 8 лет. Сейчас уже дочка подросла. Эта работа не продается, она остается в домашней коллекции, потому что это нельзя продавать. Здесь эта работа мне очень родная, потому что, во-первых, здесь мой ребенок. И я его писала на протяжении, наверное, больше, чем полгода, этот портрет. Мне хотелось передать и внутренний мир своего ребенка, и вот своего ребенка, и еще любимое кафе, которое, к сожалению, уже в Таллине. Нет, это кафе «Жозефина», было на улице Вены. Но сейчас, ввиду каких-то причин, уже там другое, другой ресторан. Следующие работы – это работы Дмитрия, моего мужа. Значит, здесь вы видите прекрасную работу «Sunrise in Naples». Наples – это такой город во Флориде. Неаполь американский, можно так сказать. Она написана в таких более прозрачных таких тонах, потому что там такое освещение, которое от Атлантического океана. Тоже работа очень чудесная. И вы видите тут такие парусники, легкая, прозрачная работа. И когда смотришь на нее, сразу хочется куда-то уже ехать, путешествовать. Очень хочется всем. Еще и Фейсбук напоминает все время. А в это время вы были там. Но я надеюсь, что все восстановится. Здесь тоже работы представлены. Это улица Скальная, Гурзуф, Крым. Такая декоративная больше, так сказать, Димина работа. Сделана чуть-чуть в стиле лучизма. Тоже фантазийная. Называется она «Strangers in the night». И Дмитрий ее придумал совершенно, или она ему приснилась. Такая интересная синяя гамма, ультрамарина. Вообще все импрессионисты любят синий ультрамариновый цвет. Это Кембридж. Мы очень скучаем за Англией, скучаем за Лондоном, за Кембриджем. Потому что каждый год у нас одна или две выставки в Лондоне уже традиционно есть. И точно так же, как и традиционно в Таллине. У нас два города, где мы делаем выставки традиционно. И хотим и дальше продолжать в таком вот темпе. Очень красивая работа. Это Парати, Бразилия. Прекрасный Атлантический океан. С такой вот водой, вот с такой прозрачной зеленой водой. Я лучше воды, лучше пляжа. Не видела никогда в своей жизни. Я бы сказала, что это как реклама Баунти. Прекрасная работа. Очень свежая. И очень такая эмоциональная. Ну, прекрасная работа. Здесь у нас красивые закаты, которые в Эстонии. У нас особенно в августе. Вообще Эстония красива природой. И особенно вот эти камни, закаты. Здесь можно целую выставку и ни одну писать. Только небо. И только закаты. И только море. Следующая работа – это шоколадница всем известная, которая тоже находится на улице Вене. Любимая туристами, любимая местными жителями тоже. Своими яркими, наверное, скатертями, тонами, вкусным шоколадом. Прекрасная работа. Тоже написана на ультрамарине. И с добавлением розовых и красных красок. Это работа Шнелли парк. Наверное, вы все его уже узнали. Здесь прекрасное отражение в воде Диме удалось. Она тоже осеннего такого периода. Наверное, ноябрь месяц, когда красивое освещение, когда еще снег не упал, но и в то же время деревья уже такие без листвы. Такая графическая, живописная работа. Здесь вы обратите внимание на красоту вот этих вот красок, которые есть в Лондоне и в этом именно саду Холланд Парке. И Оранжерея Оранжере, кстати, в которой мы тоже иногда делаем выставки. Вообще Британия, она такая уникальная для художников, потому что там сады потрясающие, которые хочется писать и писать. Следующая работа – это Венеция. Мы были в Венеции и планируем написать целую выставку, посвященную Венеции. Здесь пока представлена только одна работа. Ну, о Венеции, наверное, говорить можно бесконечно. Это какой-то вечный город, как и Рим. Что-то уникальное, которого, если уйдет под воду, то больше никогда не будет. Поэтому все, кто еще не успел, не посетил выставку и не посетил Венецию, добро пожаловать, старайтесь найти время и приходите. Здесь у нас красивый, яркий Таллинн, потому что мы его видим действительно ярким, особенно когда солнце. И яркое листва, и яркое такое солнце, и яркие вот эти отражения. Это Бёрси и Кейк. Чудесная, на мой взгляд, работа. Ну и, конечно же, сады. Это Прованс. Ну, а это Киото Гарден. И весной, когда нежное цветение, когда природа просыпается, все очень и очень нежно и красиво. Все работы написаны маслом, на холсте. Все работы очень профессиональные, потому что Дмитрий заканчивал Киевскую художественную академию, я заканчивала Эстонскую художественную академию. Поэтому вы видите двух профессиональных художников еще, наверное, с такой яркой душой. Мне так кажется. Эта работа написана в саду Клода Моне. Мне удалось побывать два года назад в Живерни. И это очень сильно вдохновило, потому что, ну, наверное, нет такого художника, импрессиониста тем более, который бы не знал или ему не нравился Клод Моне. Клод Моне, если знать, углубиться чуть в его историю, он очень любил сады, цветы. Это видно по его работах. Он приобрел дом и потом постепенно покупал все соседние участки и высаживал на них разные удивительные растения. И писал свои работы. Он очень много написал в своем дворе. Кувшинки, лилии, цветы. И сейчас это музей, который принадлежит Франции. И работники музея все время стараются соблюдать вот те приоритеты, которые сам Клод Моне при жизни. Значит, растения те же, кусты, цветы. Все ухаживается и все восстановлено вот в таком виде, как это было раньше и в его доме тоже. Так что работа тоже очень интересная. И мы все свои работы пишем там, где мы это видим и вдохновляемся. Поэтому, наверное, много души здесь вложено, и посетители это чувствуют. Заряд, я надеюсь, того позитива, который дают наши картины, он людям поможет как-то преодолеть эти времена. Потому что у людей очень хорошие эмоции. В такую пасмурную погоду, солнечные прекрасные работы, позитивные, настраивающие на хороший позитивный лад. И даже, я бы сказал, лечебные, для души. Если у человека настроение хорошее, тогда он и не будет болеть, я думаю. Так что вот надеемся, что еще больше людей придет. У нас выставка работает до 1 ноября. Но мы Эстонию уже хорошо знаем. Первая выставка моя в Эстонии была в 2006 году еще, организована посольством Украины в Эстонии. И каждый год мы приезжали, делали очень хорошие выставки в разных музеях. И в Курсарском музее, и здесь в музее Тамсера, и в Уэсгалерии в Роттермане, и в галерее Риусарт, и в дизайне архитектуры. То есть очень-очень широко представлены работы Эстонии тоже. Я где-то подсчитывал, больше 150 работ написанных только про Эстонию. Так что мы Эстонию уже представляем и за границей, тоже на своих английских, американских выставках. Получается, что хоть мы по рождению украинские художники, но мы тоже уже своеобразно представляем Эстонию в других странах. И я думаю, что для людей будет интересен вот этот взгляд, как бы немножко другой взгляд на Таллинн, на Эстонию, немножко под другим углом. То есть более яркий, более сочный. И я думаю, это наш такой тоже вклад в эстонскую культуру. И надеюсь, что это люди чувствуют и понимают. Так же больше уже, я подсчитывал, страшно сказать, с 96-го года, это 24 года я представляю свои картины в Великобритании. Фактически каждый год минимум одна, а то и две выставки в очень хороших залах. И в музеях были представлены работы. И в музее Лейтенхаус в 2000 году, в 2002 году. И до сих пор дружим с директором музея Даниэлом Робинсоном. И будем делать дальше выставки там. И в прекрасные галереи сотрудничаем. И поэтому я к чему это говорю? Потому что на выставке тоже представлена часть работ в Великобритании, Кембриджа. Там, где мы бывали, там, где путешествовали, там, где делали выставки. Кембридж – прекрасный город. Там было несколько выставок, и мою работу выкупили в коллекцию Кембриджского университета. Так что тоже много связано с Великобританией. Поэтому у нас такой интернациональный здесь подбор картин. Также мы в 2018 году ездили в Бразилию. Дружим с бразильским послом Роберто Коллином. И он был на открытии выставки, тоже нас поздравил. И, в общем-то, у нас хорошие такие душевные отношения. И прекрасный был проект. Надеемся, что, может быть, и в какие-то другие страны мы сможем поехать и тоже сделать, показать какой-то другой колорит, какой-то неожиданный цвет, как в свое время Гоген привез в Париж. Цвета, стоите, да, то есть это какой-то совершенно уникальный, другой колорит для Эстонии. Вот, поэтому, ну, надеемся и мечтаем о новых проектах, новых выставках. Вот, и работаем, делаем новые картины и создаем новые, даже пробуем какие-то новые направления. Выставка красивые, интересные, тем более, что мои очень хорошие знакомые, это все делали. Очень талантливые. Просто наше знакомство так пошло, что они теперь тут в Пестоне живут. Они сами такие яркие, они любят такие, да, но значит, все-таки это эстонская погода, и это все уже начинает действовать. Ну, им нравится, им не нравится, это что им стесн нравится. Ну, первая эстонка ввыставки, эстонская ввыставка Дмитри пыла в Талинне, как-то я работала у нас была Галерина улице Аетвилья. И в Тореме украинский пассоол был такой, целовек, не помню, уже имя, но ему пандравили соотсен работа тима. И так далее, что украинский пассоол ввыставка не помогала, он нам попал, так просто присоосматривает. Ну, он наверно все-таки полси, украинский, но в работах Нине уже дана другия, и она сама выглядит полси, чем эстонка, чем украинка. И ее шолк, что она делает, это вообще чудо. Субтитры создавал DimaTorzok